Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этой территории находятся сотни тысяч земель, которые, как правило, опоясаны ледяным кругом. Если посмотреть на нашу планету из космоса, то это будет выглядеть как пчелиные соты. То есть в каждой такой соте находятся земли. Те, кто изучал ведические знания или славянские древние народные сказки, прекрасно помнят, как говорилось в них, за 3-9 земель. Не за 3-9 планет, а именно за 3-9 земель. То есть на этом пятачке, где мы сейчас проживаем, была раньше возможность перемещаться по вот этим сотам. Земля очень огромная. Что касается Солнца, тоже сторонники плоской земли абсолютно правы. Дело в том, что над каждой такой сотой, почти над каждой, не над всеми, светит Солнце. Над некоторыми сотами их 2, над некоторыми 3, над некоторыми одно. Но над некоторыми, кстати, вообще нету Солнца. Там правила живут существа, которые в своем характере имеют в большей степени негативное проявление с точки зрения человечества. Вот, поэтому ад и рай на самом деле находятся у нас на планете, а не где-то там в далеком-далеком космосе. Люди, которые ведическое знание знают, прекрасно знают, что у нас есть переуплощение. И человек, перерождаясь, он рождается либо в соте, там где нет Солнца и там где кромешный ад, грубо говоря, для него, потому что он когда-то жил в светлых мирах. Люди, которые положительно свой жизненный путь проходили, другие соты переносятся, либо остаются здесь. Кстати, а также берутся дети Индиго. Да, несмотря на то, что Земля находится в центре Вселенной, я, как говорится, не стал бы обольщаться, потому что, если мы посмотрим на ДНК, как мы его привыкли видеть, вот эти, назовем их, шарообразные кругляшки. Вот наша планета просто одна из цепочки вот этого огромного ДНК. Чье оно? Чуть попозже, не принципиально. Потому что можно дальше копать, 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 копать. Причем, кстати, я себя не позиционирую с тем человеком, который знает абсолютно ответы на все вопросы. Но я знаю много информации, которая выходит за грани понимания и выходит за грани того, что ее практически нигде невозможно найти. Предполагаю, что сторонники плоской теории, многие из них сейчас ликуют, потому что все срослось. Сторонники круглой Земли, а если быть абсолютно правильным, шарообразной, тоже успокоились. Потому что наша планета реально имеет форму шара, но она имеет просто неимоверные размеры. Наше сознание просто не в состоянии. Дело в том, что те, кто изучает ведические знания, теперь может с легкостью переложить их на полученную новую информацию, и тогда все станет на свои места. Сразу будет понятно, откуда взялись темные, желтые, красные народы, не из планет, а из других земель. Их сознательно эти земли, другие вот эти соты, выжигали, и славяно-арии были, как говорится, добрыми людьми, их спасали на своих тарелках и привозили сюда. Сюда было привезено колоссальное количество рас и народов. Многие из них были уничтожены, это песеглавы и так далее. Которые, кстати, до недавнего времени еще лазили по планете. Ну, опять же, те, кто изучает ведические знания, все стало на свои места. Но это не означает, что не существует космоса, не существует других планет. Теперь по поводу полета в космос. Да, конечно, последние 200 лет в космос никто не летает. Потому что на консервных банках лететь в космос практически невозможно. Наши современные, назовем их ученые, да, но ученые это от слова ученые. То есть их кто-то научил, а тех тот кто-то научил. То есть ученые это те люди, которые получили, зазубрили знания, но на самом деле понятия не имеют, что происходит на самом деле. Так вот, современная наука вообще не имеет никакого представления, как выглядит на самом деле и что себя представляет космос. Я с вами с удовольствием поделюсь. Представьте наш мировой океан. Мы знаем, чем ниже, чем глубже опускается подводная лодка, тем на очень серьезной глубине ее может просто расплющить от огромного давления. Уважаемые друзья, космос то же самое. Чем выше подниматься, тем давление неимоверное. Наша современная техника не в состоянии подняться. Все вот эти корабли космические, это все фейк. И вот, кстати, многие, что мне улыбают, я посмотрел, там знаете, как моделька маленькая сделана, обтянута тряпочками. На этой тряпочке наклеены вот эти лейбы, которые раньше, да и сейчас на джинсы это шили, на одежду. И камера, когда берет этот маленький макет метровый в объектив на фоне планеты, да, создаются впечатления при таком, скажем так, наведении камеры, что корабль большой. Это знаете, как в кино есть классический вариант, чтобы реалистично создать пожар. Небольшую жаровню очень близко подносят к камере, вот, и перед камерой держат, чтобы создать максимальный эффект пожара. Так, что еще хотел бы вам рассказать? Ну, мы выяснили, что Земля на самом деле круглая, но имеет огромные размеры. Да, действительно существует антарктический пояс, который не дает выйти за пределы этой соты. Вот, купол можно так, твердь неба за счет того, что, как говорится, вверху тоже океан. Что дальше? Значит, по поводу океана мирового и так далее. Наша планета, вот эта Сота, она когда-то была полностью, вся состояла из Земли. Здесь не было и приблизительно, грубо говоря, ни капли воды. Все вот эти океаны, это выработки. Это полностью предыдущих цивилизаций, которые тут жили. Грубо говоря, вот, не смейтесь, но Черное море тоже, я не знаю, кто его выкопал. Но я знаю точно, что его выкопали. Поэтому, вы знаете, вот даже в каждой шутке, как говорится, не берется ничего ж все с потолка. Причем иногда, кстати, даже самая невероятная шутка, как я люблю говорить в каждой шутке, издоль шутки, а остальное все правда. Вот, значит, это был полностью все Земля, тоже, как бы, по периметру лед. Практически везде по периметру лед, только, скажем так, между перепонками незначительное отличие. То есть, вот этими сотами толщина. То есть, допустим, если мы на Антарктиду высадимся и пойдем на север, пройдем там 100 километров и достигнем следующей Земли. А в другой перепонке надо чуть больше пройти, там 200 километров. Вот. В этих сотах, причем, каждая сота имеет абсолютно разную ландшафт. Есть похожий ландшафт, как у нас на планете. Есть абсолютно диковины. То есть, наша планета это такой гигантский террариум. То есть, в каждой ячейке своя жизнь. И причем, опять же, ячейки всегда принадлежали в основном определенному народу. В одной только живут темнокожие, в другой краснокожие, в другой белокожие. Наша вот эта ячейка по умолчанию называлась Русь. Те, кто ведические знания изучает, знают, что Русь это свет. Потому что у нашей ячейки было Солнце, и Луна пока остается. Да, она очень маленькая. И, кстати, как ведическое знание пишет, что Луна немножко дальше, чем Солнце. Вот. Я стараюсь делиться, озвучивать то, что я знаю достоверно. И если мне будут задавать вопросы, на которые я не знаю ответа, я честно скажу, извините, я не знаю. Я не буду фантазировать. Не уверен, предположу, что если перелопатить интернет, то невозможно найти знания, что наша Земля в десятки, в сотни тысячи раз. Я не знаю четкой координаты, в каких она размеров, но могу сказать, что приблизительно тех размеров, которые нам сообщают, как выглядит Солнце. На самом деле, таких размеров наша планета. Значит, наша ячейка была полностью когда-то из Земли. Это искусственный ландшафт, более высокоразвитая цивилизация. Вы знаете, на эту есть очень много уважаемых людей, которые пытаются донести, что Земля была искусственно создана. Ну, вот эта ячейка, это вот вы вообразите. Знаете, как вот есть же высокоразвитые цивилизации. Вот вы, допустим, у вас есть небольшой участочек. Ну, не знаю, там, ну, пускай, ну, сколько там, пару соток, да? И вы начинаете его облагораживать. Там помидорчики посадили, там деревья, там еще что-то, там цветы. А есть цивилизации, которые в десятки раз, в сотни, в тысячи раз превосходят нас по возможностям. И вот эту ячейку они обрабатывают. Ну, принято называть их богами, хотя все-таки это просто развитые люди. Я бы все-таки, ну, просто бог уже, слово избито, скажем так. Так, я бы, знаете, вот как вот уже с какого бы этапа начал бы называть это богов. Вот наша планета, это всего лишь один, да, кружок из этой цепи ДНК. А вот эта ДНК как раз принадлежит богу. Я по возможности, как только вернутся ко мне силы, продолжу запись своих повествований. Почему? Потому что то, что я буду озвучивать, это будет, во-первых, всегда абсолютно новое, достоверное и интересное. На этом разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляру. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...